Здравствуйте, на связи Фёдор Васильев. В этом видеообзоре я хочу вам показать бесплатный плагин, с помощью которого вы сможете создать мультивалютный сайт на вашем сайте WordPress WooCommerce. Плагин бесплатный, но у плагина есть и платная Pro-версия с расширенным функционалом. У меня на руках расширенная версия, поэтому в этом видео я буду рассматривать её. Хотя вам ничто не мешает использовать и бесплатную версию. Я на неё смотрел, она подходит, её тоже можно использовать, но с некими ограничениями. Давайте рассмотрим изнутри, на что способен данный плагин. И вообще, хочется сказать, что данный плагин очень хорош для тех магазинов, если вы хотите предоставить вашим клиентам выбирать валюту, с помощью которой они будут оплачивать ваши товары. Будь то доллары, рубли, тенге, а что касаемо самого курса, у вас будет возможность выставить автоматический курс валют, или же у вас будет возможность выставить курс вручную. Но прежде чем мы с вами приступим к рассмотрению данного плагина, я вам напоминаю, если у вас нет времени, или вы сомневаетесь в себе, вы всегда сможете обратиться ко мне и заказать сайт у меня. Вот здесь вы можете видеть контакты, мой номер телефона, и вы сможете мне написать или совершить бесплатный звонок через мессенджеры. Звоните, давайте обсудим ваш проект. А мы с вами переходим к рассмотрению данного плагина. Итак, все ссылки, как обычно, я оставляю на своем сайте fedorvasil.ru. Ссылка будет в описании под видео, на мою статью. Вы там найдете ссылку. Вот этот плагин на репозиторий, на бесплатную его версию, с ограниченным функционалом, можете скачать. Также я оставлю ссылку на Envato, где вы сможете приобрести этот же плагин Pro-версии. Сейчас вы видите скидку, стоит он 27 долларов. Мы переходим на мой тестовый сайт WordPress. И давайте я сейчас установлю плагин, добавить новый Pro-версию, купленную. Далее нажимаю «Загрузить плагин» и выбираю плагин с компьютера. Могу просто перетащить его в эту область и нажать на кнопку «Установить сейчас». Плагин успешно установлен, нажимаем «Активировать». Здесь нам говорят, что хотите автоматические обновления, активируйте с помощью лицензионного ключа. Я это уведомление здесь вскрою. После активации плагина у вас вот здесь, наверху, обратите внимание, будет позиция настроек данного плагина. Переходим сюда. Плагин, к сожалению, не переведен на русский язык, но мы всегда можем воспользоваться браузером, который переводит все на русский. И плагин у нас изначально не включен. Вот мы видим вкладки с настройками. Первая вкладка «Общие». Вот здесь ползунок. Мы включаем плагин, и внизу кнопка есть «Сохранить настройки». Уже после этого можно перейти на фронтальную часть сайта, обновить страницу и увидеть липкую позицию вот здесь. Рубли, пока валют больше не добавлено. То есть у нас есть возможность либо слева, либо справа прицепить вот такой вот переключатель сразу валют, или добавить виджет, допустим, если мы используем Elementor в любом месте на сайте. И далее мы спускаемся сразу к самым важным настройкам на вкладке «Общие» чуть ниже. Мы одну валюту должны сделать по умолчанию. Но у меня в данном случае только рубли. И вот этот переключатель включает или выключает валюту по умолчанию. Здесь мы можем выбрать необходимую валюту. Здесь есть Update, кнопка обновления, именно ставки. И если я хочу добавить новую валюту, мы это сейчас сделаем. Нажимаем «Добавить валюту». Вот в бесплатной версии плагина мы можем добавить только две валюты. В Pro-версии мы можем добавить больше. Здесь мы выбираем, допустим, доллары, добавить еще. И просто возьму какую-нибудь произвольную валюту. Также здесь есть кнопка «Обновить все цены». То есть цены на самом деле это ставка. И давайте сохраним настройки. Допустим, перейдем в какой-нибудь товар. Вот он у меня стоит 1200 рублей. Допустим, человек хочет купить его в долларах. Он выбирает доллар. У меня сразу меняются на 14 долларов. Как раз-таки это идет у нас вот отсюда. В автоматическом режиме. Но немножко не совпадает, если я проверяю курс. 1200 рублей через Google 13.83 доллара. У нас получается 14, если через Яндекс, 13.86. Близко. Но вы всегда сможете правильный курс выставить здесь. Вручную просто вбиваете цифры. Конечно, через интернет нужно определить этот курс. И манипулируя плюсом-минусом этих значений, выставить тот курс, который будет работать именно ручной курс на вашем сайте. После того, как вы ввели сюда эти значения, нажимаете на кнопку «Сохранить». Вернемся чуть выше. Мы можем включить фиксированную валюту. Вы также можете включить фиксированные цены к каждому продукту. Допустим, вариативный товар. Переходим в вариацию. Раскрываем вариацию. Здесь у нас появляются новые поля. Цена продажи долларов. Обычная цена продажи. И я добавил еще одну панамский рубль. Или как он там называется. Обычная цена продажи. Также вы можете настроить фиксированную требуемую сумму в доставках. То есть, допустим, в WooCommerce доставка у нас здесь просто появляется, вот, единая ставка, появляются эти поля от плагина. Стоимость в рублях. Можете здесь задать стоимость в долларах. И, то есть, все валюты, которые вы укажете, у вас здесь появятся все эти поля. Не обязательно их заполнять, если у вас цена там особо, ну, не меняется. Вот в одном месте, вот как сейчас я настроил, у меня цена уже меняется. Либо идет фиксированная цена, либо я вручную задаю курс. Далее переходим на вкладку расположение. Автоматически определять. Прикольная штука, что позволит автоматически определить валюту для пользователя. Но это может немного замедлить сайт. Вот здесь вы можете выбрать да, нет. И здесь валюта, просто пишем, то есть, здесь я пишу для рублей Россия, США и так далее. Вот здесь вот в описании понятно, да, только не забыть, надо включить этот параметр, если он нам нужен. И, естественно, внизу мы здесь страны подвязываем. На вкладке «Оформление заказа» вы можете выбрать, в каких валютах можно оформить заказ. Какие способы оплаты можно оформить заказ в каждой валюте. То есть, вот «Enable» у меня включено. Следующая у нас кнопка «Это дизайн». Вот это можно выключить, если мы будем использовать через Elementor. Здесь все, я думаю, понятно. Можно выбрать, допустим, чтобы она была не справа, а слева. Поменять там цвета. Давайте посмотрим, поменяется ли позиция. У нас была справа. Мы посмотрим, будет ли она слева. Вот у нас выбор цвет теперь слева. Выбор валюты слева. И, кстати, чтобы вот здесь вот текст на русском написать, вот здесь вот также на этой странице текст можете свой здесь прописать. На следующей вкладке эти настройки позволят сделать вашу цену более привлекательной. Вы зададите правило для создания желаемой вами цены на продукт. Также на вкладке «Обновить» автоматически смена курс стоит «Нет». Но если у нас будет это автоматически, то здесь можно выбрать, как часто курс будет обновляться. Автоматическое обновление курса. Здесь нужно получить ключ. Если вы хотите, тут есть вот документация. Вот здесь руководство. Надо прочитать, ознакомиться, получить ключ, чтобы это было автоматически. С более подробной документацией вы можете обзнакомиться прямо на сайте разработчика. При покупке у вас будет вот такая вот страница, где все описано, все шаги, что за что отвечает. Более детально разобраться, чтобы в этом. Ну и также, по-моему, эта ссылка есть у них в бесплатной версии на эту страницу с документацией. А мы сейчас посмотрим с вами. Я приду на вкладку «Дизайн». Отключу вот этот всплывающий виджет сбоку. Видим после отключения, что на сайте у нас ничего не выводится. Допустим, нам не нужно, чтобы это сбоку залипало. Я иду, допустим, на страницу. Допустим, перейду на главную. У меня используется Elementor. Я захожу в режим редактирования. Чтобы быстро в виджетах найти, английскими буквами пишем «Multi». Вот этот виджет от этого плагина. И там, где на сайте вы хотите его расположить, в шапке, в зависимости от того шаблона, какой вы используете. У меня шапка генерируется немножко в другом месте. Но я просто вам покажу, что вы можете это, по сути, в любое место вставить. Сюда расположу, чтобы мы просто его видели. Вот так он выглядит. Российский рубль и все валюты, которые мы создаем, вот таким ниспадающим списком. И здесь, получается, разные вообще есть дизайны. Сразу вот так вот просто можно нажимать мышкой, допустим, на название. То есть в любом месте на сайте вы можете потом вывести вот такой вот виджет. Есть достаточно интересные вариации. Давайте несколько из них посмотрим. Допустим, интересно, есть вот такие. Вот переключаете ли сразу. Компактный вариант, так скажем. Просто сразу символы, да, валют. И последний вот такой вариант, тоже компактный. При наведении выскакивают другие валюты. Я повторяюсь, его можно вставить, если вы используете Elementor в любом месте на вашем сайте. Это был краткий обзор на плагин. Мне очень понравился. Я думаю, в нем есть все, что нужно для того, чтобы получить мультивалютный интернет-магазин. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed. Инсайт. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно съел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. То есть никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok